Каждый человек – звено в бесконечной цепи поколений на вечной земле. И всё, что есть в каждом из нас, заложено предками, природой родного края, его историей и традициями. Но от того, какой след мы оставим на земле, зависит и дальнейший путь страны, в которой мы родились. Герою нашего фильма, Шахмардану Есенову, это удалось. Он сделал множество открытий, которые не только внесли свой вклад в историю, но и в значительной степени определили вектор развития страны. Экспедиции под его руководством разведали месторождения нефти, нашли залежи газа, обнаружили запасы горных руд. Всё это стало прочным фундаментом для экономического роста независимого Казахстана. В 1962 году Хрущёв, когда у нас в Мангышлаке открылись крупные месторождения, Хрущёв хотел этим месторождением весь Мангышлакский район передать Туркменам, потому что Туркмен стал, объясняя тем, что Туркменстан этим давно занимались, это им ближе. Он отстоял Мангышлак Казахстана. Это является одним из больших заслугов Шахмардана Есеновича. История будущих свершений началась здесь, в Казалардинской области, в ауле Тартагай. Шахмардан родился в известной и уважаемой семье, где почитались как казахские традиции, так и интерес к науке. В детстве будущий учёный, как и все его сверстники, пережил многое. Военное время, потерю близких на фронте, суровые и голодные послевоенные годы. И несмотря на все трудности, уже тогда у молодого человека зародился интерес к обучению. Время не сохранило школы, которую заканчивал Шахмардан, но его родные места помнят его. Время не сохранило школы, но его родные места помнят его. Время не сохранило школы, но его родные места помнят его. Подросток военного времени не случайно выбрал профессию геолога. Ведь казахская земля дала Советскому Союзу львиную долю металла, из которого ковалось оружие победы. Возглавил работу по разведке ископаемых и добыче Каныш Сатпаев. Именно он стал примером для юного Шахмардана. В 17 лет Есенов покинул родительский дом, уехал в далекую Алмату и поступил в Горно-металлургический институт, в будущем политехнический. Сегодня это Национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева. Молодого и энергичного студента Каныша Монтаевич приметил сразу и взял на заметку. Он почувствовал в нем организаторский дар и аналитические способности. Необходимую геологу интуицию, талант, без которого поисковику практику обойтись никак нельзя. Закончив обучение, пройдя хорошую школу полевых работ, Есенов долгое время трудился сначала геологом, а затем главным инженером Джасказганской геолого-разведочной экспедиции. При его активном участии были открыты и разработаны крупнейшие на сегодня месторождения природных ресурсов. Джасказган и Жанаузень, Каражанбас и Жатибай, Каламкас и Базащи. Геологи-практики – люди с закаленными дальними походами, тяжелой работой, бытовыми трудностями. Они видят истинную цену слов и дел. Тот бюрократ, другой – дилетант, третий ничего не понимает в геологии. А вот этот – настоящий профессионал. Таким был и Есенов. Шаг за шагом он рос как эксперт своей области, как личность и руководитель. Неудивительно, что в 1961 году ему предложили возглавить Министерство геологии Казахской ССР. Молодого министра геологи сразу приняли как своего. Ведь он учился с ними, работал в поле, хорошо зарекомендовал себя и как организатор, и как хозяйственник, и как поисковик, которому в большинстве случаев сопутствовала удача. Людям импонировала даже его манера говорить. Всегда и прежде всего о деле. Примером стало первое же заседание выездной коллегии Министерства геологии. Есенов открывает заседание. Давайте вот за два дня поговорим, обговорим все вопросы. Мы заинтересованы выяснить, почему идут дела плохо и чем можно помочь. Всем, конечно, интересно было посмотреть, как поставит себя новый министр. И большинство запомнило ту первую встречу с ним на всю жизнь. Потому что всех выступающих он сразу направлял говорить по сути, избегая чиновничьего языка витиеватостей. Гури – маленький провинциальный городок. Такое заседание, наверное, впервые. И в тот же день слух пошел, что вот приехал министр. Выездное заседание коллегой. Такой министр сильный. Люди видели. Молодой министр борется не за собственный авторитет, а отстаивает интересы дела. Постоянно выбивает новую технику, осваивает и внедряет передовые методы геологоразведки, поощряет тех, кто проявляет инициативу. Работа под его руководством приносила удовлетворение. Они, каждый хотел, чтобы пригласить к себе в гости Шмардан Сеевича. Приглашающих много, времени у нас мало. Поэтому они даже в очередь себе график составили. Утром завтракаем в одной семье, обедаем в другой, вечером ужинаем в третьей семье. Вот такое отношение. Можно бесконечно говорить о том, что было сделано казахстанскими геологами под руководством Есенова. Но главные исследования шли, конечно, в двух регионах. В Центральном и Западном Казахстане. Там, где были сделаны новые открытия колоссальных залежей. Джасказганское месторождение, по его инициативе на научной основе, он поднял производительность пять раз, увеличил буровые установки. Он был уверен, что именно там находятся новые разветвления полезных ископаемых, минеральных ресурсов. И это дал огромный скачок в экономике Казахстана. И вот Казахстан живет, собственно, тем, что открыли геологи в советское время. Ведь, понимаете, геология-то что? Это поиски. Найти надо. Потом надо разведать, сколько там. Но главное достижение Есенова, как выдающегося геолога практикой, незаурядного администратора, Мангестау – край сокровищ, который открыл недры исследователям на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века и до сих пор поражает их разнообразием и изобилием. Мангестау – крупнейшее открытие. Такого месторождения, как Узень, не было. Там полтора миллиарда извлекаемых запасов примерно ориентированных было. Вот его надо доказать, что вот такие запасы есть, надо открыть там промышленность. Чтобы доказать существование таких огромных запасов, пришлось в самые кратчайшие сроки собрать колоссальные объемы данных. Итоговый отчет с дателями подсчетами запасов потребовал 200 килограммов бумаги. Если отчет возвратят, не утвердят, тогда еще надо работать. Какое-то время. Зря создали Министерство неоптенной промышленности свое объединение. Вот неправильно разведывали, некачественно развел. Вот такие разговоры пойдут. Несмотря на давление сверху, команде Сенова удалось отстоять все цифры масштабного отчета. И все труды окупились сторицей. Ведь на территории области были обнаружены не только нефтегаз, но и месторождения бурого угля с повышенной концентрацией редчайшего Германия. Попутно выявилось наличие множества других редких элементов. Например, стронция. Обнаружены месторождения марганца, меди, мела, поварены и других минеральных солей. Самого краткого обзора богатств полуострова, разведанных под руководством академика Шахмардана и Сенова хватит на целую книгу. Вовремя стали поднимать Мангышлак и доказывают, что здесь есть кадры, которые могут проводить эту работу, осваивать этот регион. Все это дало основание Шахмардану и Сенову смело бороться за изучение этого края. Успехи геологов пробудили к жизни весь пустынный полуостров. Небольшой портовый городок вырос в областной центр. Была возведена первая в республике атомная электростанция, обеспечившая жителей Мангистау энергией. Сегодняшний рассвет Каспийского порта Актау, морских ворот Казахстана, во многом обязан тогдашним усилиям Есенова и его коллег. В память о роли академика в жизни региона его именем назван главный вуз Мангистау, Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга. Геология только на первый взгляд имеет дело с чем-то неизменным и постоянным, с земной корой и содержащимися в ней полезными ископаемыми. Меняется жизнь человечества, меняются технологии, потребности в ископаемых. И для того, чтобы ученые располагали актуальной и полной информацией, необходимо составлять и регулярно обновлять карты и атласы, на которых указываются разведанные места и территории, где полезные ископаемые могут быть обнаружены в будущем. Для огромного Казахстана, с его нехоженными просторами и подземными богатствами, составление таких карт жизненно необходимо. Эту работу начал еще с Атпаев, но в полной мере они развернулись под руководством Есенова. Тот метод составления металлогенической карты разведки, который, так сказать, Шахмардан Есенович использовал при Грисхазганском месторождении, в дальнейшем начали ее внедрять и в других областях, в других районах Казахстана. Определены были все объекты месторождения, все закономеренности, расположенные на этих картах. Очень кропотливая, очень большая работа, были задействованы многие, и поэтому, значит, появилась идея сделать серию. И вот Шахмардан Есенович как раз стоял в начало. Этот одиннадцатитомник помог вообще выдержать институт, устоять на ногах в эти легкие времена, 90-е годы, потому что пошли инвесторы, первые инвесторы в Казахстан. Ветераны геологии, да, наверное, и их дети, конечно же, с благодарностью вспомнят и те усилия, которые прилагал Есенов для того, чтобы поощрить геологов за хороший труд, улучшить условия их жизни. Как известно, одной из самых основных проблем был квартирный вопрос. Добросовестный работник должен жить и отдыхать в достойных условиях, считал Есенов. Он ко всем относился трепетно, всем помогал. Когда надо было выделять земельные участки для строительства поселков, геологов, потом строительство школы надо, там медпункт надо, где геологи живут. Вот эти вот моменты, он, его авторитет, помогал решить эти вопросы. Работы у геологов сезонные, и лето в отрасли отнюдь не пора отпусков. Поэтому Есенов думал не только о своих подчиненных, но и об их семьях. У Министерства геологии Казахстана было восемь пионерских лагерей. Они одновременно принимали до трех тысяч детей, а для взрослых построили пять санаториев-профилакториев, ежегодно принимавших до трех с половиной тысяч человек. Есенов помогал не только геологам, но всем, независимо от ведомственного подчинения и социального статуса. Это стало возможным после того, как он был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР, а затем и Верховного Совета СССР. Несмотря на все чины и звания, огромную занятость научной и административной деятельностью, он регулярно встречался с избирателями, и никто не уходил от него, не получив конкретной помощи. У него всегда приемно было полно народов, которые к нему хотят попасть. И приезжие из других регионов, и местные. Всегда было полно народов. Таким людям, руководителям люди и ходят решать те или иные проблемы. И молодой, перспективный зампред Совмина Казахстана направляется в очень консервативную среду Академии наук Казахстана, где к чужакам, тем более чиновникам, всегда относились прохладно. Но здесь его ждала всесоюзная слава. Первым президентом Академии наук Казахстана был Каныш Сатпаев, учитель шахмарда на Исенова. Ученику довелось не просто продолжить дело выдающегося предшественника, но и вывести его на новый уровень, организовать все академическое хозяйство, обеспечить подъем и развитие отраслей науки, далеких от геологии. При нем значительно увеличилось число академических институтов, расширилось направление исследований, как в естественно-научных, так и в гуманитарных сферах. Исенова в полной мере можно считать отцом казахстанской сейсмологии. В Москве тогда считали, что ни к чему создавать отдельный институт сейсмологии в Казахстане при уже действующих во Фрунзе и Ташкенте. Академику пришлось убеждать и доказывать. И будущее показало необходимость создания своей научно-практической базы в республике и не только в области сейсмологии. Поэтому его место, его роль в развитии науки Казахстана, в развитии экономики Казахстана, она неоценима. Когда он работал в Академии наук, новых достижений науки, не только в области геологии и горного дела. Где бы и на каком посту ни оказывался Шахмардан Есенов, первостепенное значение он придавал созданию тесной связи между наукой и производством. При нем была создана схема постоянного взаимодействия между Академией и органами правительства страны. Во главу угла он ставил непосредственную отдачу научных разработок и ту роль, которую деятельность институтов могла сыграть в модернизации производственных процессов. Его работы академического периода и сегодня не утратили актуальности. Нельзя не упомянуть и огромную роль, которую президент Академии сыграл в популяризации наследия великого тюркского философа, одного из крупнейших средневековых ученых Аль Фараби. Именно при его поддержке нам удалось возвращать все научные труды, рукописи, потому что все рукописи Фараби находятся за границей, в Европе, в Британском музее, в Испании, в разных государствах. Усилиями Исенова была подготовлена конференция, посвященная тысячестолетию со дня рождения Аль Фараби, которая прошла сразу в трех городах – Москве, Багдаде и Алмате. Но, наверное, главное, что сделал герой нашего фильма для Аль Фараби «Ведение», организовал научное издание трудов великого ученого. В Алмате напечатаны и большими, доступными широкой общественности тиражами в переводе на русский язык наиболее значительные труды Аль Фараби. Он создал при Институте философии Фараби «Адбел» Фараби «Ведение», подобрал туда молодых ученых со знанием арабского иностранных языков, снабдил их средствами и сказал – собрать необходимые материалы о Фараби. Может быть, потому что Исенов был самым молодым министром в СССР, а затем и самым молодым президентом Академии наук, его всегда тянуло к молодежи. Он видел в молодых ученых свободу научной и общественной мысли. Став президентом Академии, Шахмардан Есенов взялся за омоложение научной среды. В декабре 1967 года он организовал и провел собрание молодых ученых Академии, а в 1968-м конференцию молодых ученых, на которой собрал около 600 представителей со всех концов страны, полностью раскрыл себе и как педагог Есенов в стенах Казахского политехнического института, нынешнего Казнету имени Сатпаева, в котором преподавал. Символично, что так академик вернулся в стены вуза, в котором когда-то учился. О модернизации науки, особенно ее теоретической части и планово-организационной работы, Есенов заговорил еще в 60-е. Один из первых в Республике электронно-вычислительных центров заработал именно в геологических структурах. Приступив же к педагогической работе, познакомившись с проблемами образования, он очень скоро пришел к выводу, что без информационной революции просто не обойтись. Практически начал внедрять компьютерную технологию в геологию. Специально приглашал из Москвы специалистов. Они проводили такие кустовые семинарские совещания, чтобы геологи применяли в своей работе. И первое, что появилось у нас на нашей кафедре, это была первая вычислительная машина. Он лично сам, поехав в Минск, привез ее, значит, в эту машину, она большая тогда, полкомната занимала, привез сюда, и у нас все студенты начали обучаться. В 1987 году им в соавторстве с несколькими учеными была опубликована работа «Подсчет запасов геологических блоков с использованием ЭВМ». Сегодня это имеет, конечно же, историческое значение. Тогда же она была новейшим словом в подготовке студентов. Между прочим, когда был и первый раз министром, и президентом Академии наук, и второй раз министром геологии, он практически все время возглавлял казахстанскую делегацию на Международные геологические конгрессы. Особое усилие прилагал герой этого фильма, чтобы преодолеть фатальный отрыв образования от производства, становившийся все более заметным в 80-е годы 20-го века. По инициативе Есенова при кафедре были созданы две исследовательские производственные лаборатории. Вскоре они сами стали производить аппаратуру для телефотометрии, уникальный для СССР пример связи науки, образования и производства. Министерство высшего образования СССР и КАСССР, конечно, выделяло кафедрам вузов определенные бюджеты, но Есенов стремился раздвинуть их рамки. При нем правилом стало заключение договоров между кафедрой и геолого-разведочными организациями Казахстана и Российской Федерации. Благодаря этому студенты 3-4 курсов из Казахстана выезжали на места геолого-разведочных работ, знакомились с реальной картиной дел, набирались опыта. Для проведения лекций и практических занятий Есенов регулярно привлекал крупнейших ученых Казахстана и СССР, многих из которых знал лично. Это позволяло студенту еще на институтской скамье почувствовать себя частью большой науки, знакомиться с ее новейшими тенденциями. Примером для своих студентов служил, конечно же, сам Есенов. Большое видится на расстоянии, и чем дальше уходит в прошлую эпоху удивительных открытий, совершенных великими казахстанскими учеными Канышем Сатпаевым, Шахмарданом Есеновым, Шафиком Чокином и их современниками, тем масштабнее представляются их дела. Но эти личности не принадлежат лишь одному прошлому. Под их влиянием новое поколение казахстанцев притворяет в жизнь их идеи. Идеи, которые определяют наш сегодняшний день. Работает и развивается международный порт Актау. По составленным Есеновым картам ведут разведку полезных ископаемых нашей земли. В университетских аудиториях юноши и девушки постигают премудрости наук. В 2013 году был создан научно-образовательный фонд имени академика Шахмардана Есенова. Когда мы создавали фонд, мы основывались на преемственности ценностей разных поколений. В свое время Шахмардан Есенов продолжил дело своего учителя Ханыша Сапаева. Он много сделал для развития казахстанской науки. Сегодня фонд продолжает его дело, определив свою миссию как развитие интеллектуального потенциала страны. Мы это делаем через поддержку молодых ученых и перспективных научных проектов. Академик Есенов Шахмардан Есенович был выдающимся ученым. Сделал очень много для развития геологической науки. Его работы огромные и они имели самое отличительное прикладное значение. Они прямо влияли на экономику нашей республики. Понимаете, главный геолог страны. Ну, такой должности нет. Народ присваивает такое звание. Жизнь Шахмардана Есенова – это одна большая экспедиция. Главное ее открытие в том, что человек может повлиять на будущее своего родного края. И то, каким будет Казахстан завтра, определяют личный выбор и дела не только великих людей, но и каждого из нас. Продолжение следует...